Вот эти так подборные аплодисменты и торжественное разрезание леточки. Парк Маяк объявляется открытым! Ура! Всего полгода у магаданцев есть парк на берегу Охотского моря в Ногаевской бухте. Его открыли накануне Нового года. И он, даже в морозы и метель, собирал взрослых и детей. Не остановил горожан даже коронавирус. Каждый день здесь дежурили группы полиции, разгвардии в период ограничительных мер. Но запреты любители этого городского уголка на берегу моря не останавливали. С началом лета газон стал зеленым. Скоро распустятся сотни цветов. В том числе и королева роза раскроет свои листья облепиха, рябина, сосны и ель. Специально доставленные из юго-восточной части Сибири. Парк Маяк пустеет только к ночи. Ранним утром здесь медитируют, занимаются спортом и просто гуляют. Днем и вечером собирается до тысячи взрослых и детей. Даже в непогоду. В этом году в Магадане заработал новый парк Маяк. Тут же он стал излюбленным местом для проведения досуга у взрослых и детей. Сегодня мы узнаем у магаданцев, чего не хватает в новом общественном месте. Зеленение, наверное. Маловата конструкция на самом деле. Может еще какие-то качели, горки. Побольше горок. Маловато места на самом деле. Я побольше качелей бы поставила. И песочницу. Горки бы добавлять новые, чтобы было веселее кататься и детям, и взрослым, и всем. Качели. Побольше, да, качели? Да. Не хватает, да, очереди, наверное, постоянно. Да. Особой популярностью здесь пользуются качели, подтверждают взрослые гости. Покачаться и полюбоваться на море при рассветах и закатах любят не только дети, но также молодые пары и взрослые. Парк построили в сжатые сроки за полгода. В феврале 2018 года Магадан подал заявку на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды и стал победителем. На реализацию задумок городу из федерального бюджета выделили 85 миллионов рублей. К осени 2019-го отреставрировали старый маяк, обустроили игровые детские зоны и смотровую площадку с надписью «Магадан». Установили лавочки, светильники с особым дизайном и уложили брусчатку. Проектом занималось предприятие «Техконтроль». Парк построен на участке со сложным рельефом, выполняли террасирование, привозили валуны в зону прилива. А начиналась история этого места 9 десятилетий назад, когда 23 июня 1929 года на берег Нагаевской бухты вышли первостроители Магадана. В парке «Маяк» там вот этот домик стоит, административное здание, но мы из него хотим такой сделать мини-музейчик, что ли, потому что вообще парк «Маяк» находится на месте высадки первой экспедиции. Там сейчас размещено очень много фотографий, как все начиналось с первой палатки, нашли эти все фотографии. Дорабатывается еще интерактивный материал, и люди не просто будут находиться в парке, но и должны понимать, на каком знаковом месте для Магадана они находятся. Кстати говоря, в парке «Маяк» у нас вот должны были уже начать, очень много заявок есть, вот творческих коллективов использовать нашу сцену. Фаер-шоу хотят там работать, я думаю, не помешают. Солисты известные будут выступать, духовой муниципальный оркестр и просто наши магаданские рок-группы, которые будут создавать атмосферу для отдыха магаданцев. Вчера я проходил, просто там яблоко упасть негде, все лавочки были заняты. Я вам хочу сказать, что лавочек там почти на 250 человек и амфитеатр на 300. Те, кто понимает идею парка, те говорят, что даже если там плитка где-то шатается, это неважно. Самая главная идея этого парка – это море, это сидеть, смотреть на закат и там медитировать. Денис Молчанов, Александр Фещенко. Магаданское время.